Мировой день снега Января 2022 года будет отмечаться Ну а мы уже потихоньку перемещаемся на сам трамплин Прыгуньи уже собрались и ждут отмашки о начале 13-е стартовые ворота И все готово к началу Стартуем мы с прыжка Александри Лутит из Канады Идем далее Женни Раутиняу Представительница в Финляндии Мощный уход со стола Смотрите, красиво выглядят полеты буквально на этом трамплине Один из самых больших трамплинов Представительница Чехии Но тут заметно хуже Так же, чем Александри Лутит Вторая позиция на данный момент для представительницы Чехии Но напомню, что из 40 участниц надо попасть в тридцатку Сильнейших для того, чтобы гарантировать себе участие в финальном раунде Николь Кандерла Представительница Польши Но, как мне показалось, немножко рановато Она ушла со стола На каппоинт мы не видели Нечто похожее было у канадки Александри Лутит Но 3 метра она до каппоинта не долетела Идем далее Представительница России Александра Кустова Уже достаточно опытная Прагуниан Посмотрим, как ей этот трамплин или Хаммери подходит Апрессивно ведет полет Ну что ж, неплохо Достаточно неплохо Это может хватить для того, чтобы попасть в тридцатку Пока вторая позиция 118 метров Но всего 9 десятых баллов проигрывает она Александри Лутит Следом на очереди Первая из представительниц Японии Юка Сето Пока не очень стабильно прыгает Юка Сето Но периодически выдает хорошие полеты Но вот не сегодня Сегодня коротковато Четвертая позиция только для Юка Сето Ну и тут же еще одна представительница России Ирма Махиня Видимо, мы такая папочка с эмблемой русского тура Синяя птица Ну вот совсем неудачно Вот если у Кустова и прыжок получился хороший Водолree Ну и тут же Ирма Махиня Водолree 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 Синяя Водолree Водолree Ну а тут еще более скромный прыжок в исполнении Джулии Александрии Лутиты, Александры Кустовой был незначительный встречный ветер. Ну а вот Луиза Герлих показывала неплохие результаты. Позволит ли это ей подняться на какую-то высокую позицию? Пока третья. Лара Мальдзинар. Ух ты, высокая траектория, но скорее всего говорила это о том, что небольшая ошибочка была при уходе. Седьмая позиция. Для Лары Мальдзинар практически нет шансов попадать в итоговую тридцатку. О, ничего себе, Марин Тлюнби у нас тут. Гости, похоже, на мероприятие, на этом событии. Лидия Яковлева, представительница России. Тоже, к сожалению, неудача для Алиды. Яковлева уже, понимая, что летит совсем недалеко, решила, что разница с Телемарком, она притемлиться или без, никакой. Ну, в принципе, справедливо. Тут бы Телемарк не спас с такой дальностью. Так что из трех россиянок, пока только Александра Кустова нас порадовала. Ну, а сейчас время Даниэлы Хараланби. Опять поменялась у нее фотография на вот титрах, которые нам показывают. Ну, она свой мир тоже часто меняет. Четвертая позиция. С другой стороны, ну, кто знает. Может быть, и достаточно. Александрия Лутит и Александра Кустова уже гарантировали себе попадание в тридцатку сильнейших. И по еще одному прыжку от них мы обязательно увидим. Ну, а что же Юлия Кюккенен? Два подиума этапа в Кубке мира, вообще-то, есть у нее в карьере. Не стоит забывать. Но сейчас, в последнее время, пока результатами особо своих болельщиков не радует. Ой, как плохо. Очень плохо. Следуем дальше. Луиза Герли, кстати, уже гарантировалась также участия в финальном раунде соревнований. Пришло время прыжка от имени Анбьерсет, самая низкорослая участница в Кубке мира. 145 сантиметров ее рост всего-навсего. Так, ну вот в район 110 куда-то. По-моему, может быть, даже чуть короче. Нет. Сама Бьерсет становится четвертой. И проходит все-таки в тридцатку, но там особо дальше подняться шансов мало. Все-таки много уступает уже сейчас Шпела Рогель. Ну вот кто немножко ниже своего уровня начал этот сезон из словенок. Хотя девушка, конечно, очень высокого уровня. Тут тоже неудачно. Очень много было лишних движений в поле. А на Рупрахт из Германии следующий на очереди. Ну и еще одна... Вот Анна Рупрахт одна из них. 14-я позиция. С такой дальностью, конечно, никакая компенсация за ветер положительный не спасет. Ну и вот в такую непростую погоду предстоит сейчас прыгать Кристини Прокопьевой. Агрессивно выходит Прокопьева. Ну, кстати, в принципе, неплохо. Так оно и есть. Ну и тут же еще одна представительница России, лидер российской команды Ирина Вакумова. Так, держать, держать. Ну, понятно, этого хватит, чтобы сегодня оказаться в Айде десятка как минимум. Поэтому сейчас четвертое место. Да, неплохо, но дальше по ходу сезона нужно будет добавлять, особенно ближе к Олимпиаде. Где, я уверен, шансы вакуумовой могут быть. Следуем дальше. Ну, совсем недалекие прыжки у нас тут пошли из сорока. Почти половина. Киара Кройцер. Из Астрии. Двадцать четыре года девушки этой. Достаточно опытная уже при этом. Много стартов у нее за спиной. Но тут опять неудача. Почти в соревновании. Одиннадцатая позиция. Но пока только Индрачкова гарантирует себе проход дальше. А Кройцер вынуждена ждать того, что кто-то из оставшихся прыгнет хуже, чем она. Ну, а вот и младшая сестренка братьев Праусов, Ника Праус, 16 лет ей всего-навсего. Но уже прыгает очень-очень достойно. Ну, вот тут тяжело. На таком большом трамплине, видимо, пока еще не все соревнования. Десятая позиция нет. Кройцер пока все еще вне зоны квалифицировавшихся. А вот Ника Праус цепляет ее. Жозефин Панье. Одна из лучших француженок на данный момент. Действительно показывает прыжки достаточно высокого качества. Ну и выше, разумеется, всех француженок находится на, в общем, зачете Кубка Мира. Но тут еще одна неудача. Ну, мне кажется, перестарались. Зелина Фрайтаг. Зелина Фрайтаг, сестра Рихарда Фрайтага. Ну, тоже сейчас примерно в ту зону, куда все летят. Вот в район 100. Ну, и седьмая строчка для Зелины Фрайтаг с дальностью 105,5 метров. Там, конечно, невероятная плотность. И вот только первая тройка на отдалении. И Лутит и Кустова вообще менее одного балла отделяют. Но там дальше еще Луиза Герли, которая 5,7 баллов проигрывает. Но Кустова так-то хорошо может забраться. Смотрим дальше, Ернея Бретцел. Ну, вот совсем другое дело, Ернея Бретцел. Марк, Жулиан, как так-то? Восьмая позиция сейчас. Квалифицируется она дальше. Но, опять же, это далеко от ее максимального уровня. Пока только Катарина Альтхаус из Немок соответствует уровню топ-10, скажем так. Каори и Вабучи. Следующая на очереди. 15 прыжков в рамках первого раунда нам осталось понаблюдать. Ну, и вот Каори и Вабучи открывают этих 15 сильнейших. Ох, здорово. Похоже на прыжок нового лидера, на самом деле. 16,5 она заслужила. И вот он, новый лидер. На 2,5 балла обходит Каори и Вабучи. Александрию лутит. Еще одна норвежка. Наудинстрём. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Но вот пошли прыжки. И еще вновь обновление лучшего графика. Точнее, если бы быть более точным, одинаковая сумма. У Аннео Динстрёма и у Каори и Вабучи. Обе они на 2,5 балла обходит Александрию лутит. И на 3,4 балла Александру Кустову. Фрида Вестман в великолепной форме шведка в этом сезоне. Условиями. Ну, тут, знаете, даже несколько погодные условия. Как раз я бы не сказал, что тут что-то сложное. Ну, немного снега идет, ветра практически нет. Он попутный. Ну, и это непросто при не самом серьезном разгоне. Повторюсь, на мой взгляд, организаторы перестраховались, когда поставили 13-е ворота. Ну, и в таких условиях, когда тебя все время прижимают, и разгон не так много, тут нужно особую специфику знать. Совершенно иная техника. Вот так. Ну, вот пыталась тут парить по итогу. Шестая позиция сейчас для немки. С дальностью 113 метров. Ну, и вот Эван Пинклник замыкает третий десяток сейчас. Если смотреть по порядку. Ну, и открывает второй десяток, если смотреть по общему засчету Кубка мира. Ой, здорово. Ну, вот совсем другое дело. Это настоящий полет. И очень довольна Пинклник. Она всегда была крайне эмоциональна. 17-3 оценки. Это правда, что в засчет не пошли 2 оценки. Жаклин Зайфридсбергер. Представительница. Продолжение следует... Лиза Эддер. Следом еще одна представительница Австрии сразу же. Зайс Фрюдбергер выходит на вторую позицию, но тоже очень-очень много проигрывает Пинкелник. А вот Лиза Эддер не особо порадовала дальностью. Десятая позиция только для Лизы Эддер. Арифрата для Силье Обсетт, который был лучший игрок. С одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, с другой, с другой конкурс. Силье Обсетт. Девять поднимут в нее в карьере на это покупка мира. Ух ты, хороший полет, судя по всему, будет. Да, замечательно. Так она еще и с Телемарком, похоже, приземлилась, чуть-чуть смазала его. Ну да, действительно, Силье Обсетт становится новым лидером прыжком на 134,5 метра. И на 7, более чем 7 баллов обходится на его Пинкелник. Но молодец, Силье Обсетт, это первая такая серьезная заявка. Следом Даниэла Ирашко Штольц. Чуть-чуть смазала свой прыжок Даниэла. Все равно достойно. Вторая позиция на данный момент. Хорошие оценки. 6,8. Она уступает Силье Обсетт, который остается лидером. Двигаемся дальше. И следующее прыгать будет Ника Кришнер. Силье Обсетт, который остается лидером. Четвертая позиция для Ника Кришнер. С полетом на 122 метра. Не думаю, что я очень довольна Ника этой попыткой, учитывая, какое большое отставание от Силье Обсетт. Привыкла она бороться за подиум на каждом отдельном старте. Последнее время у нее это регулярно получается. Ну а что же Сара Токанаси? Ох, какая высокая траектория. Не ошибка ли это? Ну, в целом что-то средненькое получается. Третья позиция сейчас для Сары Токанаси с прыжком на 126 метров. 7 баллов она уступает Силье Обсетт. 7,2, если быть более точным. Но пока с хорошим отрывом Обсетт лидирует. Но сильнейшие еще не прыгали. Начинаем с Турши Бога Тай. Вот сейчас будет интересно. В принципе, хорошо, учитывая, что очень неблагоприятный был ветер. Продолжает лидировать Силье Обсетт. Орша Бога Тай на третьей позиции. Сейчас одну десятую на проигры Даниэля Рашкиштольц, который остается второй. Но вот сейчас внимание, потому что Альтхаус, который очень любит этот трамплин, как сама она признавалась, хорошо. Но вот примерно туда же, куда Силье Обсетт. Вторая позиция для Катарины Альтхаус. 5,4 балла уступает она Обсетт. Сама Катарина прыгнула на 130,5 метров. Но пока норвежка вне конкуренции. Но, правда, есть еще те, кто могут ее подвинуть. Как вариант, Эмма Клинец, лидер сборной команды Словении. Агрессивное ведение полета. В целом неплохо. И Телемарк, наверное, самый... Вторая позиция. Два балла уступает ровно Силье Обсетт, которая, похоже, выиграет первый раунд, если только, если только Марита Крамер, лидер общего зачета Кубка мира, ей не помешает это сделать. Вот она, Марита Крамер, очаровательная девушка из Австрии, которая здорово очень прыгает. В этом году особенно. Ну, то, как она выиграла один из этапов в Нижнем Тагиле. Это было впечатляюще. А тут тоже хорошо. Классный прыжок Марита Крамер. Ну, вот, получит. И на 6 очков, на 6 баллов Марита Крамер обходит Силье Обсетт. И это очень серьезная заявка на победу, если быть честным. Давайте смотреть. 5,9 преимущества Марита Крамер на Силье Обсетт. Эмак Линас третья, 7,9 проигрывает. Далее Альтхаус, Ирашка Штольц, Боготай, Токанаси, Пинкелник. И вот уже потом на большом отрыве Ника Крижнер, еще большем отрыве Заклинзафритсбергер. Отмечаем 14 место Александр Кустовой. 19 и 20 Ирина Вакумова и Кристина Прокопьевой. Это все из россиянок, кто сумел пробиться дальше. Ну, вот, Весмин, Зайфорд, Фрайтак, Рогель, Кройцер, Преутс, они все в третьем. Десятки тоже проходят дальше. А вот с 31 место начинаются те, кто в финальном рейде, к сожалению, участие принять не смогут и туда не квалифицировались. В частности, две россиян. Раунда соревнований. И давайте посмотрим еще раз на замечательный прыжок Марты Крамер, лидера. Ну и стартовый протокол финального раунда. Также вы сейчас можете наблюдать на ваших экранах. Разумеется, прыгать будут в порядке обратном от своего места по итогам раунда первого. То есть Марита Крамер, которая в первый раунд выиграла, будет прыгать последней. И... Ну что ж, начинаем мы финальный раунд соревнований. Все готово. И начинаем с Киары Кройцер. Так, ну вот забыл вам сказать, что прыжки в финальном раунде выполняются. Пока по сумме, разумеется, первая. Но долго на этой первой позиции, скорее всего, продержаться она не сможет. Теперь Каролина Индрачкова из Чехии на очереди. Вот это получше. Получше, чем Киара Кройцер. Заметно получше. В любом случае, намного лучше прыжок в финальном раунде, нежели в первом получился у Каролины Индрачковой. Сейчас она лидер. Двигаемся дальше. Ника Краутс. Вот младшая из семейства Краутс. Три брата. Все старшие. Сегодня в первом раунде, мне кажется, уже по меркам этого сезона, если какие-то выводы делать, чуть-чуть до своего уровня не дотянуло. Может быть, сейчас исправится. Ну, а может быть, просто этот трамплин слишком большой. Для нее пока... Вторая позиция. Все же чуть-чуть проиграла. Словенко. Представительница Чехии. Ну вот, славянские фанаты тут как тут. Даниэла Хараламби. Показали нам титр с Никой Краутс, но это именно представительница Румынии. И по габаритам, и метра, и третья строчка. Движемся дальше. Первая из трех норвежих, которые вышли в финальный раунд соревнований. Но тоже не... Вон тут активизируются славянские болельщики. Я понимаю, что Шпела Роглич, 25-я по итогам первого раунда, готова выполнять свой прыжок. Ну, помотала ее прилично в воздухе, согласитесь. Но... Вторая позиция пока для Шпелы Рогель. Ну, а вот и Зелина Фрайтак. Она как раз по своим меркам более-менее неплохо прыгала в первом раунде. А тут, по-моему, готова прыгать еще лучше. Ну, неплохо. Это было вполне неплохо. А тут, по-моему, плохо. хороший прыжок сейчас это явно улучшение и вот она промежуточная первая позиция целом довольна своим прыжком жулиан но сразу вслед за ней фрида вестман которая вряд ли довольна своей первой попыткой учитывая как здорово она пока до этого прыгала в этом сезоне но тоже будет в очках но вот тут что первый прыжок что второй хорошими не вышли идем далее юки ито из японии такую забавную табличку вместо флага использует японский тренер но это хуже значительно хуже чем зайфорд и значительно хуже чем многие остальные но все правильно все правильно не всегда легко это нам помогают ей справиться так но открываем второй десяток прыжком кристины прокопьева из россии в целом неплохо все было у кристины в первом раунде так агрессивно но по-моему сейчас зря да сейчас зря сейчас плохой прыжок и ну а сейчас ирина вакуумова девятнадцатая после первого раунда ну ждем от ирины полета за капоинт мы знаем что она на это способна сейчас еще встречный ветер в принципе это способствует далеким полетом так смотрим держать 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 но вот совсем другое дело это когда более качественный прыжок все равно теме это ведь лучше и это отнюдь не до не 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 недостижимые дистанции и дальности для вакуума сейчас она выходит лидеры двигает жилиан зайфорд с первой позиции ну а тут марта крамер сэвэй пинкелник две подружки две представительницы сборной австрии но пока третья представительница сборной австрии лиза эдер и и это тоже здорово улучшает она результаты вакуумов и 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 Даже тому расположению тела по этому жесту, точнее их отсутствием по итогам прыжка, можно понять, насколько Бреттселл довольна своей попыткой, ну точнее, насколько недовольна, правильнее будет сказать. Паулин Хесслер из Германии закрывает своим прыжком первую половину финального раунда, то есть первые 15 прыжков. Третья патица только для Паулин Хесслер, пропускает вперед Эдер и Авакумову, например. Ну и тут же еще одна представительница Германии, Луиза Герлих. Ну, как видите, большинство немок сейчас располагается в районе конца второго десятка и середины его. Хотя, конечно, немецкие прыжки с трамплинов и женские всегда были на высоком уровне еще со времен Карин и Фолт. Ну вот, девятая позиция только для Луизы Герлих, это, конечно, серьезный провал. Ну вот, сейчас важный момент, очень приятно нас удивившая в первом раунде Александра Кустова. Было бы здорово, чтобы показало нечто подобное и сейчас. Ну, по-моему, перенервничала немного Саша и допустила... Пока четвертая позиция, но в любом случае это будет хороший результат для Кустова и неплохой набор очков. Но не унывает и самое главное. Ну, болельщики продолжают тут развлекаться во всем. Смотрим теперь на Александру Лутит из Канады. Она тоже выдала великолепный прыжок в первом раунде. Но она и сейчас справляется. Она сегодня великолепная... В итоге вторая позиция сейчас для Лутит. Все-таки Эддер обойти она не смогла, но зато подвинула Вакумабул. Ну, а теперь Каори Ивабучи замыкает второй десяток финального раунда. Ну, и после нее останется только десятка сильнейших. Давайте посмотрим за прыжком Японки. И тем не менее, несмотря на это, за счет компенсации, за счет оценок она... И за счет, в первую очередь, запаса по итогам первого раунда, она выходит на первую строчку. Вот подвинули Лизу Эддер, но мы двигаемся дальше сами. Ну, делившая с ней одиннадцатую строчку, Анна Удин Штрём. Ну, вот, наконец-то, шикарный полет финального раунда. Первый подобный нам демонстрирует. Отлично набирает обороты. И стрём, и... Опсет выглядит крайне убедительно. Первая позиция сочетал флаг для того, чтобы взмахнуть им и дать добро Жаклин Зайфрисбергер на выполнение этой попытки. Тут не все здорово. Пропускает она... Ну, и Зайфрисбергер по итогам вторая. Одну десятую обошла и в обуче. Стрём остаётся лидером. Идём далее. Ника Крижнер. Тоже хотелось бы ей оказаться выше по итогам первого раунда. Но есть возможность сейчас исправить ситуацию. Я думаю, она точно будет лидером после этого прыжка. Там у неё слишком хороший был запас. Ну, а тут и не запасе дело. Она летит великолепно. Это просто потрясающая попытка вас... Да, конечно же, первая позиция 136,5 метров дальности. И смотрите, на 23 примерно балла 22,7 обходит она. Она один с трем. Двигаемся дальше. Эва Пинкелник. Шикарная попытка была в первом раунде. Ну, нужно сейчас показывать нечто подобное. Так, хороший уход. Надо держать. Надо держать сейчас Пинкелник. Отлично! И довольна Пинкел. Своей попыткой в Пинкелник. Разумеется, она выходит в лидеры. Обходит на 3,1 Нику Крижнер. Там приличный был запас после первого раунда. И во многом за счет этого все-таки сумел удержать. Но Ник Крижнер тоже довольна. Поздравляет Ева Пинкелник. Ну, там все в хороших отношениях. Поздравляет Ева Пинкелник. Поздравляет Ева Пинкелник. Идем далее. Урса Богатай. По-прежнему у нас Пинкелник, Крижнер, Токанаси. Сары прыжок получился на 129,5, но этого не хватило, чтобы обойти Крижнер и Пинкелник. Ну а что же Богатай должна справляться, по идее, с этой задачей более чем. Хороший прыжок и Урса Богатай. Ну вот Даниэлла Ирашка Штольц открывает пятерку сильнейших. Суперопытная спортсменка. Ну тут не без погрешностей была попытка и... Суперопытная спортсменка. Так, Катарина Альтхаус. Вчера была победительница, а вот сейчас очень хорошо. В первом раунде прыжок не очень получился у Альтхаус. Ну то есть как, он был хороший, но это... Ну и вот первая позиция промежуточная для Альтхауса. Обходит она Пинкелник. Ну тут, в принципе, понятно, что обходит было сразу. Далее мы Клинец. Альтхаус как минимум четвертая. Посмотрим, получится ли забраться на подиум. Тоже хороший агрессивный прыжок. Летит Клинец, но летит недостаточно далеко, чтобы Альтхаус обойти. Альтхаус на... Кораус на выборе. Немчаи. Немчаи. Я кинем. Я кинем. Я кинем. Ну и нормальная попытка от Обсад. Вторая позиция, Альхаус поднимается еще выше. Ну и Обсад на подиуме, с чем мы ее поздравляем. Клинес до подиума сегодня не добралась. Скорее всего, скорее всего. Так, зря я такое сказал. Ведь еще нужно посмотреть за тем, какой прыжок покажет Марита Крамер. Ну что ж, Марита Крамер, лидер общего зачета Кубка мира, отправляется за своей второй победой в сезоне. Держать, 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 все нормально. Это победа от Мариты Крамер, уверенная победа. Крамер и Катарина Альхаус это понимают. С большим отрывом, посмотрите на эти оценки. Ну великолепное выступление от представительницы Австрии. И, конечно, поздравляют ее, ее соотечественницы в первую очередь. Которые сегодня в целом тоже. Так, почти 10 очков преимущества. Марита Крамер над Катариной Альхаус. Ильопсед третья. Далее Эмма Клинец, Эва Пинкелни, Курша, Богатай на шестой позиции. Ника Крижнер на седьмой. Сара Таканасия восьмой. Данила Ирашко Штольц девятая. А на один стрём замыкает десятку сильнейших. Отмечаем пятнадцатую позицию Ирины Авакумовой. Семнадцатое место Александры Кустовой. И тридцатое место Кристины Прокопьевой. Ну, мы видим, что уже сейчас все ожидают, когда завершится контроль амуниции. Все ли в рамках регламента. И тогда уже продолжится награждение. Девушки к этому уже готовы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok